Шевцов про то, почему он будет поддерживать Трампа. Почему я бы голосовал за Дональда Трампа? Сразу же успокою некоторую часть зрителей. Я осознаю, что он фрик, что он манипулятор, что он часто врет, что у него есть ряд провальных решений во внутренней и внешней политике. Я все это понимаю. Я также понимаю, что и по возрасту он не сильно отличается от Джо Байдена, и к концу своего президентского срока он будет немногим лучше. Сначала президентской гонки я вообще поддерживал Рона Де Сантиса, это нынешний губернатор Флориды, очень эффективный лидер, но, к сожалению, в год... Ну не факт, что к концу своего президентского срока, если он станет президентом, он будет как Байден, типа, по состоянию, потому что люди по-разному стареют, понимаете? Есть старики, которые в 100 лет мыслят здраво, ясно и понятно, да? То есть у них все хорошо, голова работает нормально и так далее. Просто, ну, от Байдена не повезло, вот у него как-то... Что-то, короче, вот у него случилось. Причем резко. Вы заметили, да, что за 4 года буквально он как-то прям потух. Вот, а бывает совсем наоборот. Можно и в 100 лет нормально мыслить и быть адекватным. Как у Трампа в итоге будет? Не знаю, но 4 года это не такой уж и большой срок, чтобы прям резко как-то что-то там могло поменяться. ...популизма, он проиграл Трампу, и республиканская партия выбрала Трампа. Так вот, почему я за Трампа? Потому что я против нынешней администрации Белого дома, которая является самой терпильной, самой неэффективной и самой позорной за всю историю Соединенных Штатов Америки. Еще никогда в истории Соединенных Штатов с момента войны за независимость с Америки не ржали так за границей, как ржут сейчас. Именно при администрации Джо Байдена, его внешней и внутренней политике, диктаторские страны и население диктаторских стран постоянно говорить, а у нас лучше, чем у них. А вот посмотрите, как в Америке. Кто-то скажет, ну ведь так делали и в Совке. Да, только в Совке лгали, а сейчас действительно есть на что указывать пальцем. Да, эти проблемы масштабируют, но они все же есть. Одна из проблем – это запуск более 10 миллионов нелегалов за весь срок правления президента Байдена. Нормально ли это, что десятки тысяч человек проникали в день, в день десяток тысяч в пике пролазил через южную границу США и ничего с этим не делали? Нормально ли то, что о техасском сепаратизме начали говорить именно при Байдене из-за его неэффективной политики? Нет, это ненормально. Бармалеи на мопедах и в тапках при Байдене чувствуют себя потрясающе. Они обстреливают гражданские международные суда в Бабель-Мандепском проливе. Речь про Ближний Восток. Через день Китай проводит военные учения у берегов Тайваня, что происходит в Израиле, вы сами знаете, что происходит в Украине, вы еще лучше знаете. Регион Эссекиба прямо под пузом Соединенных Штатов, это Венесуэла. Мадуро обещает, что вот-вот его аннексируют. Иран почти получил ядерное оружие, войска КНДРа отправляются в Украину. Вы считаете, это нормально? Что такое происходит в присутствии международного полицейского? Нет, это ненормально. Почему это происходит? Потому что Америка при Байдене, при нынешней администрации, частью которой является Камала Харрис, стала слабой страной, которая не влияет на международную политику. Свято место пустым не бывает. Кеск моего корича посадили на 8. Америка будет влиять Китай, КНДР, Иран и другие страны. Лучше ли они, чем Америка? Я считаю, нет. Америка не идеальна, Америка не святая, но уж явно лучше во всем абсолютно, чем Иран. Поэтому я считаю, что Камала будет просто продолжать немощную, слабую, неэффективную политику Джо Байдена. Джо Байден вроде бы как, вот за Израиль, ну как-то пук-пук-срэнк-срэнк, мы вам ничего не дадим. Он вроде как за Украину пук-пук-пук-срэнк-срэнк, лэнд-лист так и не дал. Ой, вот Иран плохой-плохой. Иран уже почти создал ядерное оружие. А вот Китай пук-пук-срэнк-срэнк, и Китай проводит военные учения. Зачем такой президент? Зачем такая администрация? Она не нужна. При Трампе мы не знали названия всех этих группировок. Не было ни одного нового военного конфликта, только сворачивались старые. Многие мне скажут, а вот Трамп про Украину, это, это. Какая же это чушь? Именно при демократах, при демократе Обаме, при демократе Байдена начались две фазы российско-украинской войны. А при Трампе Украина впервые в истории начала получать вооружение и военных инструкторов из США. Но кретинам этого недостаточно. В описании профиля есть мой телеграм-канал, обязательно туда подписывайтесь, там много интересной информации. Я высказался. Ну, что я могу сказать в данной ситуации? Может быть. В общем и целом, так-то оно так, если посмотреть на результат того, что происходит в Украине за последние три года. При нынешней администрации, да, Байдена, скажем так. Вроде что-то пытаются помогать, но явно недостаточно. И надеяться на то, что если Камала Харрис выиграет выборы, то ебать вот сейчас-то вообще, блям, нормально будет. Ну, такое себе. По-моему, Байден, там, и его администрация уже как бы доказала свою бесполезность. Надеяться на Трампа, конечно, тоже не особо стоит. Но, а может быть и стоит попробовать. Я хз, короче. В данной ситуации я не знаю, как быть. Если бы я был американцем, я не знаю, за кого бы я голосовал. Потому что есть, например, Трамп, который, если станет президентом, это вроде как хорошо для Америки. И мне, как жителю Америки, стоило бы за него проголосовать. Но в то же время для Украины это вроде как плохо. Непонятно пока, да. Есть Камала Харрис, который, если станет президентом, это вроде как для Украины хорошо, но это плохо для Америки. И тут как бы две стороны, блядь. У одной есть свой плюс, но есть огромный минус. У другого есть свой плюс, но есть огромный минус. И как быть? Нет, к сожалению, такого кандидата Который был бы и там, и тут И для Америки хорошо И для Украины Нет, надо что-то одно выбирать Поэтому я вообще не знаю Вот вообще хз За кого будет голосовать Алина? За кого я скажу, за тобой проголосую Вот Я, мне кажется, вот если бы я все-таки был Гражданином Америки Я бы скорее всего рискнул И проголосовал бы за Трампа Ну потому что, как я уже сказал, я посорил на Байдена На его администрацию Я понимаю, что это какая-то бесполезная хрень Для Украины, если говорить И я бы рискнул и проголосовал бы за Трампа Потому что, возможно Все, что он говорит про Украину Иногда, да Делая какие-то громкие заявления, что Да мы не будем там вот это помогать Да там Зеленский, то пятое, десятое Но при этом при личной встрече с Зеленским Он лично Зеленскому Говорит вообще другое Что он будет поддерживать, что он будет помогать И так далее, и тому подобное Популизм, пиздеж Или что-то еще Я хз Но в данной ситуации Я бы решил все-таки рискнуть Чем продолжать то Что происходит сейчас Вот это вот бесполезно непонятное что-то Уже три года, да Которое ни к чему не приводит просто Ну как будто Харрис это более безопасный вариант И продолжение Тягомотины и поставки Один из двадцати обещанного А с тромбом будет или нормальные поставки и переговоры Или пиздец полный Ну да, значит надо рисковать и идти волл-ин И а не продолжать вот этот вот терпильный какой-то беспредел Который происходит Или еще десять лет будем вот в таком формате воевать Я просто не совсем понимаю Блять, при чем тут Украина Это выбор американцев Они будут подчиняться президенту В первую очередь А не для Украины Ну, внешняя политика для Америки тоже очень важна Чел, тебе только что, блять, Шевцов это сказал А Шевцов сказал, блять Или ты думаешь, что это не имеет значения? Для Америки это имеет значение Пиздец какое Что внутренняя политика для Америки важна Что и внешняя, естественно, тоже Ты же не будешь спорить с тем, что Ну, Америка всегда была той страной Которая буквально как бы диктовала Что делать другим странам Или хотя бы там, я не знаю Как-то регулировала и следила за тем, что происходит А сейчас она как будто бы теряет эту возможность И если она оставит Украину И скажет, да, все, в пизду, забирайте То, мне кажется, все тогда Ну, я не знаю, что с Америкой будет И Трамп, который говорит, что вот мы это сделаем Мне кажется, он Врет Но он не может так сделать Но это будет очень странно для Америки Просто взять и оставить это вот Типа, все, Путин, забирай Ну, как? Я в это просто не верю и все Так что, да Будем думать Я думаю, что Два месяца назад я думал, что Камала Харрис выиграет После дебатов Сейчас я смотрю на рейтинги И теперь, мне кажется, все-таки Трамп выиграет В этом и особенности выборов в Америке Что вот сегодня ты Уверен в том, что Трамп проиграет Проходит месяц Ты уверен, что Трамп выиграет Хотя месяца назад казалось, что Блядь, все, у Трампа шансов нет А теперь опять они у него появились Поэтому я не знаю А осталось-то всего лишь сколько? 5 ноября будут выборы Осталось вообще херня Две недели Две недели осталось А что Трамп сделал с Афганистаном? Трамп? Байден же вроде А что сделал с Афганистаном Трамп? Не понял Я, может, что-то попутал Байден же вроде там это Ну, вывел оттуда все Войска вроде как И там сейчас в Афганистане Полный пиздец происходит, если что После этого Не-не-не, не в курсе Байден? Ну, так Это же Байден вроде был Трамп начал Трамп подписал указ О выводе войск Подожди Так Трамп же вроде как Говорит, что Тема с Афганистаном Это позор Байдена Ничего не понял Я реально это слышал Неоднократно Когда Трамп заявлял, что Афганистан Это позор Байдена Типа для Америки Это позор Ничего не понял Так ситуация с Украиной Если Трамп станет президентом И Оставит Украину Это разве не такой же Позор, блять Для Америки Хуйня какая-то Вообще Ладно Давайте просто подождем И посмотрим, что будет Трамп инициировал Вывод войск Но вывел их Байден Максимально позорно Там армия выводилась Роняя Кал И оставляя оружие На миллионы долларов Ааа Вот оно что Ааа А вот оно что Администрация Трампа Согласилась на первоначальное сокращение С 12 тысяч До 8 тысяч Военнослужащих К июлю 2020 года С последующим полным выводом К 1 мая 2021 года Если Талибан Выполнит свои обязательства Однако администрация Байдена Заявила, что США не начнут Вывод войск До 1 мая И завершат вывод До 11 сентября Понятно Я Алёша Милый мальчик Я Алёша Сяду в танчик Я Алёша Я Алёша Я Алёша Я Алёша Я Алёша